Друзья, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода Меня зовут Дима. Мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Итак, нам нужно теперь куда-то там попасть в Микоши, что-то там взломать или похитить. Но, но этого задания у нас нет. Возможно, оно появится дальше, когда мы чуть сильнее прокачаемся. Я пока не знаю, поэтому пойдем сейчас на перепутье. Нам нужно добраться до посмертия. Так, это кто? Джуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Так, Джуди предлагает приехать к ней. Добраться до квартиры Джуди. Это что за задание? Вот цепная реакция. Так, стоп. Ну, уровень угрозы высокий. Нет, я туда пока не пойду. Пока пойдем по основному заданию. Идем по смерти встретиться там с бестией. А к Джуди отправимся попозже. Я вообще планирую сделать, возможно, какой-то стрим в ближайшие дни, где я буду проходить не сюжетные линии, а вот там съездить до Джуди. Мне еще нужно отдать бабке Виктору за то, что он меня починил. Нужно забрать свою тачку. Я до сих пор пешком хожу. Ну, в общем, там заданий очень много. Может, там какие-то ништячки подзаработать, баблишко поднять. Поэтому я думаю это сделать на стриме. А сейчас пока записываю только сюжетные задания. Привет. Ой, я ее благодарю. Помнишь меня, дядя? Красава. Ускулы мне твои нравятся. Так, где она, бестя? Вот она. Нет. Все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Не надо орать. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. Знаешь, ты бестя? Иди нахуй. Не советую с ней связываться. Что ж ты так грубо-то, а? Алло. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Блядь, да я бы тебя на бутыли улыбать. Твой глаз оранжевый. Хм. Ты не из наших. Возможно. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Арасаги. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха. Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Бишон. Джеки Уэллс. Фипак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Роса Катаун. Как меня подстрелили у нее на глазах. Ну, можно напомнить. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми. Без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Росака Тауэр. Помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. А, ты подготовился. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь. Выкладывай эти. Ага. Так. А если у меня нет денег? Ага. А если у меня нет денег? Что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну, тогда до скорого. Ты знаешь, ты меня найти. Так. Вернуться к бести с 15. с 15 тысячами евро-долларов. А у меня сколько? 50. Ну, забирай. Угу. Приходи, завтра поговорим. Да, ёпта. А чё завтра-то? Я здесь сейчас. Ах. Ладно. Вот и появилось время, чтобы сходить. Чтобы сходить. Чтобы сходить. Это мне чё предлагают? Подождать? Нет. А давайте подождём. Быстренько. Побухаем, посидим. Да, видок не очень. Ну, я к тому, что вот эта большая непонятная штука перед лицом была. Так. Некоторое время спустя возвращаемся. Здорово, хер. Я к бестии. Она меня ждёт. Понял, блядь. О, а ты кто такой, хер, блядь? Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Угу. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремлённость редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Блин, да она ж нормальная тётка. Можешь угощаться. А, давайте прибухнём. Твоё здоровье. В реальной жизни я не пью, хоть в игре побухаю. Ну чё, молчишь, и бать? Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. Да не много всего интересного. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянь-Ти. Это дочка Кантау. Китайской корпус. Это кефиговый листок. Кантау проводит через неё разные деликатные операции. Понимаешь? Так, и чё, ебать? Чё ты мне об этом говоришь? Просто инфу скинула. Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить? Другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантау. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантау иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантау плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Из Центин. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнётся. А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь, всё это — воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей дублестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантау. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут — равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантау. Сегодня тебе везёт. Мёртвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Кто-то из местных? Ты знаешь там наёмников? Только одну. Панам Паумер. У неё тёрки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У неё не будет выбора. У неё не будет выбора? Звучит не слишком обнадёживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадёжить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Ребят, тебе тоже так кажется. Ладно. Я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей. Расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свёжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдём уже отсюда. Спасибо. Удачи. Так, Панам. Не Панама, не Панамка, а Панам. Так. Это мне неинтересно. Интересно. Звоним, значит. Меня сейчас вырвет. Да-да, алло-алло, это Ви. Привет, Панам. Твой номер мне дала бестия. Меня зовут Ви. Класс. Но что ещё эта старая сука хочет меня втянуть? Жан, подожди ещё немного, пожалуйста. Не знаю, что у вас бестий, и знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Банита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Так. Идём, значит, навстречу с Панам. Быстро перемещение в ручей. Не-е-е. Ого. Ого. Далеко. Так, ладно. Нужно, нужно вот сюда вот переместиться. Поближе. А там, если чё, тачку цепанём на такси, там все дела, доберёмся быстренько. Да, с двойным местью. Так, а... Это кто? Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль-Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всём позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришёл ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть всё и недорого. В общем, если что, сигналь. Ну, как нужно. Я... Так, не бедствую. Ой-ой-ой-ой, поворачиваем. Блин, очень похоже на запороженец. Обычный русский запороженец. Не, москвич. Вот, точно, москвич. Блин, после двух обновлений игра уже намного приятнее выглядит. Уже лагов таких нету. Ну, вот и быстрое перемещение было, но не совсем быстро. Это равно ехать надо. Блин, ну она довольно-таки манёвренная. Ой. И поворачивает классненько манёвренная машина. И набирает неплохо. Уже 110-120. Нихера себе. Кстати, в принципе, у нас бабосики есть. Можно и тачку купить, но это, наверное, в следующий раз. Сейчас на стриме сделаю. Так. Тормозим. Так, и здесь где-то была... Вот эта вот штука. Сейчас мы её заскриним. Всё. Карта Тара, сила. Привет. Привет. Эй, привет, манам. Ти Ви? Где моя тачка? Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась. Значит так. Или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати, ясно? Дебать, и чё мне делать? Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри. Я знаю, где груз и твоя машина. Но. В одиночку ты их не вернёшь. Всё это слишком рискованно. Так что, давай договоримся. Чего ты хочешь? Так, так, так. Нужно, нужно... Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не маё. Тем более, на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне. Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идёт? Ну, не знаю я. Чёрт. Чё такое? Кто сигналит? У. Всё, ебать. Правильно. Только у нас ничего не получится, если мы не вернём мой торт он. Где он? Тот торт твой? Я откуда знаю, где твой торт? Машина в руке Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник? Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать всё сам в руке Риджа. Но его ждёт горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в руке Ридж. Погодь. Мне сначала надо подумать. Да, блядь. Чёрт. Да, нам нужна подмога. Завернём по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийсти? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в руке Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты ещё спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Всё. Мне дали время. Ты дала ему слово и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука репутация. Ой, давай вот этот. Низы. Низы. Не, блять, не начинаю. У меня всё нормально с ним. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего плана. Да не то, чтобы этому рада. Не твоё дело. У меня остались там друзья. Так, ну я так-то тоже бывший кочевник. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьёзно? Никогда бы не подумала. Да. Из семьи бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Чё, поехали? Поехали. Садись. Так, Джонни, давай, мы поедем. Ой, чё-то погодка портится. А, так это дождик идёт. Только он какой-то странный. Ну да ладно. Ну чё, двинули? А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Ой, бум. Вот именно. Чё-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не протачу. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то на кой чёрт тебе сдался этот хер из Зави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы её достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэш? Бестия? Вообще без понятия, о чём она думала. Какая же она мерзкая баба. А ты спроси у неё самой. О, обязательно. И отдельно уточню, почему она не сказала, что Нэш стилет, когда сводила меня с ним. Может, она об этом не знала. Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает всё. Наверное, даже то, о чём мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью её грёбаного плана. Вот и всё. Бестия просто сука. Нечего её оправдывать. Короче, вас наебали. Но я думаю, здесь ничего серьёзного не будет. Пропустим проездку. Поездку. Ого. Ого, там сколько тачек. И все они исчезают. Интересно, интересно. Ладно, пропускаем. Опа-на. Здорово, дядьки. Беззвучная дверь захлопывается. Беззвучная буря принесла. Это Мираж или у меня Белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанёт, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. По нам. Время не ждёт. Я знаю. Стелеты меня наебали. Теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернём в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы. Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять. Ну пиздец. Пидараса, блять. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал. А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду. Так, следуем за панам. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Ба-ба-ба. Что за музыка, блять? Супервеселая. Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. Блять. Нет, панам. Рожь, бутылки бить. Что-то, блять, на жопу и смотришь, блять. Сол уже знает. Ага, не твоё дело. Блять, воспитание. Это просто одеяло. Ну что, забирай всё. Так, что такое? Ладно, заберём, потом пригодится. Что сделать? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это всё. Поехали. Всё? Ну, поехали. Мы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Нихуя она со мной теперь. Да ты злёшь, какой и смотрит. По нам. Заглянешь к нам, дорогая. В другой раз, Элли, честное слово. На жопу смотрят. Я буду смотреть. Так, а где наша тачка? Вот она, наша тачка. Ну, мне пора. Да, да, вали уже, давай. Звони, если что. Присматривай за ней, ви. Да, обязательно, братан. Ну, ящик здоровый. А винтовочка ещё здоровей. Что, поехали? Можем ехать, залезай. Ух ты, как, ебать. Машина ещё, уже тронулась, а ты ещё не залезла. А ты, похоже, не признаёшь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнём с чистого листа. Сам видел, чем всё кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Ну, возможно. Если он хуёво. С ним бы пообщаться лично. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Солы и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они всё ещё считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Нету. Единственный близкий. И... С этим не посчастливилось. Ясно. Кланом я со своим расстался давно. Эти ребята были в армии? Скорпион и Мич? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты. Кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж это пыльная дыра посреди ёбаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти всё знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Ебать ты, конечно, блядь, заставляешь... Заставляешь грустнуть и задуматься. Так, ладно, пропустим поездку. И сразу приступим к делу. А, так мы вот рядышком были. Ну ладно. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез будем импровизировать. Сперва всё осмотрим. Может найдётся что-то полезное. Так. Просканировать устройство поблизости. Ноль из трёх. А чё за устройства? Вот эти? А, ну да. Так. Два. И ещё одна должна быть где-то. Так. Так, это я сканировал. Вот она. А почему она не сканируется? Ладно. Возможно, не она. Так, а где третье устройство? Вон что-то. Я думал, вряд ли так далеко закинут. Но, может быть, всё. Поэтому. Нет. Это не то. Так. Где третье устройство? А, вот оно. Даже по цвету эти тарелки отличаются. R3. И оранжевое. Так. Это не оно. Это не оно. Так. Может вот это? Руки Ридж мертвее мёртвого. Всё поломано. Ничего не работает. Так. Всё? Вот эти три устройства, получается, были. Так. А может... Ну что, нашёл что-нибудь? Тут ничего не работает. Всё отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката. И тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Какую подстанцию? Блядь, меня тут током не шибанёт. Так. Просканировать источник питания. Так. А я открыть я не могу, да? Да. О. Ух ты, блядь. Чё такое было, блядь? Ебать. Вот это баг. Типа, игра не пускает меня, короче, в окошко. Может, это вообще скрипт какой-то? Так. Ещё раз попробуем сейчас. Тебе путь только хорошо расчистим. Вот. О. Отлично. До второго раза зашли. Но мне нужно наверх. Я понял. Так, это непонятная херня. Тут ничего такого нет. А, вот есть. Какие-то чуть не увидел. Так, наверх. Вот он, источник питания, да? Электрощит. Я нашёл выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Ну и чё? Перекрёсток подключён к этой подстанции. Правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днём. Понимаешь, к чему я? То есть мы сделаем... Напугаем их, ебать. Или ослепим их, ебать. Пойдём по классике. Старая добрая диверсия. Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрёстке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнём жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли, подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождёшь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Так, подождать Панаму электростанция. Ну, бездумно стоять я не буду, думаю. Чё, мне вот так и стоять, блядь? Давай, мы пока походим, пошарим, поизучаем. Может, у тебя... О-ба-на! Вот это вот предметики. Забираем всё. В хозяйстве всё сгодится. Где тут ещё что-нибудь есть? А вроде пока нету. Может, наверху чё будет? Ладно. Потом чекнем. Так. Ладно, это нельзя трогать. Так, давай. Забираем нахуй всё. Красный подключён. Погоди. Надо тут наверху всё подрубить. Чё, чё, где наверху? Давай я. Теперь минус. Ух ты, ебать. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Блядь. Всё, так есть. Ключи питания внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекрёсток, видно как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так, точно. Так, ладно. Нам, нам куда? Нам вот сюда вот. В обход куда-то показывают. И чё, блядь, я в стенку уперся. Так, ладненько, пойдём вот сюда вот. А силушки нам не хватает открыть. Ну, так, так, пост применить. Активировать. Определитель подключён. Супер! На перекрёстке будет весело. Пойдём на позицию. Так, пойдём на позицию. Где моя позиция? Да, чёрт возьми. Ну, всё. Я на позиции. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Ну, я думал, мы будем так сидеть. До ночи. Так, а чё они встали? По-тихому точно не получится. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Ой. Так, и... Гоу! Меня увидели, да? Так, я хотел на пистолетик свой нацепить. На вот эту вот хернюшку, чтобы быть супер незаметным. Так, девица с аракезом, я понял. Так, ничтеки по пути забираем. Ну, можно всё перерезать. Так, кто взял это? Лайка, хорошо. Вот это пистолетик. Вот это мне нравится. Так. Давай, иди, 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 чувак. Иди, иди, иди вперёд. Я тебя сниму сейчас. Блядь. Блядь. Ладненько. Ну, блядь, а чё делать? Так, нужно поближе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, дядь. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, чё-то хп прям уходит. А, мне в бочину кто-то стреляет. Я понял, блядь, чё-то жёстко слишком. Блядь, прям в бочку. Блядь, надо снайпера снять. Так, вроде успокоились. Так, и... Всё, гранаткой достал, да, всех? Так. Тихо. Тихо. Тихо, туда бежишь. Блядь, а то я думаю, чё-то не то, блядь. Это ж надо этот снять просто, оглушитель. Так, снимаем. И мы будем сейчас просто уничтожать. Ну, выходи, подлый трус. Ух ты! Блядь, поможите мне! Ух ты! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, блядь. Она меня поджарила, короче, термоядерной какой-то хернёй. И я сгорел. Ну-ка, завалим! Ладно, пробуем ещё раз. Блядь, чё происходит-то, алё? Ебать, найс. Так, ладненько. Живём. Так. Так, идём сюда, значит. 10 урона. Вообще кайф. Ладно. Меняем пушку. Ой, как в голову залетело прям. Там всеми смерть придёт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, главное мне, чтобы в голову не прилетел шот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА От нас так просто не отбираешься! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всё, тир можно закрывать. Сматываемся. Так, я понял, сматываемся. Сейчас я ключик только заберу. Всех убили? Подожди в машине. Окей, ждём, значит, в машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА